Всем привет! С вами снова SayHi! Если ты первый раз на моем канале, не забудь подписаться и нажми колокольчик, чтобы не пропустить ни одно мое видео. Ну а сегодня мы с вами поговорим, а точнее я вам расскажу свою историю переезда в Чехию, в город Прага. Также в конце я немножко расскажу о том, как... Давайте делаем так. Я сегодня расскажу вам о том, как я переехала в Прагу. Если вам будет интересно, то в комментариях напишите, я еще сделала отдельное видео, где я расскажу, как я переехала и жила в Америке, и также на Мальте. Вот так. Так будет, наверное, интереснее, чем сразу я все карты вам расскажу. В общем, если тебе интересно, как же переехать с России за границу, оставайся с нами, поехали! Молодец, что остался! Сейчас будет много полезной информации. Итак, как же я переехала с России в Европу? Вообще, почему я записываю это видео? Потому что очень много вопросов поступает. Нереальное количество в директ, просто какие-то знакомые мои с Россией мне спрашивают, как ты переехала, как, чё, и вот я поэтому решила записать это видео. Начну, наверное, с предыстории, чтобы было более понятно. Да, кстати, маленькое отступление. Если вы тоже планируете переехать или хотите перевезти ваших детей, отправить учиться в Европу, я внизу в комментариях оставлю сайт, что за сайт расскажу потом. Итак, поехали! Моя история началась с конца примерно 10 класса, когда пришло время решать, что же делать, куда поступать и как же дальше строить свою жизнь. Естественно, в конце 10 класса я понятия не имела, чем я хочу заниматься, как и многие думают. И тут как-то раз мама пришла с работы и такая, дочь, а ты не хочешь поехать учиться в Прагу? Мысли о том, что я поеду когда-то за границу, у меня как бы, ну, были мечты, но не было никогда реально такое, что типа, всё, я точно поеду. Когда я услышала, я как бы не знала, что такое Прага до этого, я никогда не была в Европе до этого, я такая, прикольно, да, почему нет? Загуглила, погуглила, посмотрела в Инстаграме, картинки всякие, почитала людей, кто живёт здесь, такая, о, прикольно, это круто, да, да, я хочу. У мамы просто бывшего коллеги, два сына здесь до этого отучились и вот типа живут. И вот как-то они разговорились, видимо, вот он мне и рассказал. Моя мама сильная независимая женщина, поэтому после нескольких консультаций с агентами в нашем городе, да, кстати, я из города Уфы, Республика Башкортостан, Россия, вот, мама поняла, что что-то тут, короче, не так, потому что там были какие-то запредельные цены, нереальные, просто называли несколько миллионов рублей там и так далее, естественно, это было нереально. И мама решила съездить в отпуск в Европу и заодно тут посмотреть, короче, что кого, что вы думаете, это женщина, не зная языка, ни разу не бывая здесь. Она с друзьями просто приехала, как бы, скажем, потусить, каким-то образом нашла тут, в общем, людей, кто подсказал, куда, где идти. И, в общем, она пришла, заходила в несколько этих центров, и вот один из центров, это подготовительный центр, языковые курсы, которые готовят к поступлению в университет здесь. Она пришла, поговорила с ними, и они договорились, и цена в 10 раз была меньше, естественно, чем нам говорили в России. Ну, и как бы мама все, подписала с ними контракт, и приехав, она сказала, ну, все, готовься, типа, через, ну, почти год, да, ты, типа, уезжаешь на курсы, а потом будем смотреть, что там с универом. Тут началась, начался дикий процесс с этой визой, потому что тоже никто ничего не знал, опять же, мама просто начала спрашивать у людей, начала читать. У меня мама такая самостоятельная, короче, ей это нравится, она кайфует вот с это вот, познавать новое. И, короче, она все разузнала, мы сами, опять же, подались на визу, мы заплатили только какой-то там компании, которая документы заполняла, потому что, ну, лучше, когда документы первый раз заполняет компания, знающие люди, потому что, там, если один раз ошибешься, то, как я знаю, то твою анкету не примут, и все твои старания, в общем, на смарку, и придется все переделать заново. Поэтому тут мы перестраховались, тут мы уже заплатили. Ну, и все, потом были бессонные ночи, потому что, чтобы зарегистрироваться, сделать appointment на визу, нужно, заходишь на сайт, и там нужно, в общем, ждать, пока будет свободный термин. Мы днем и ночью просто сидели на этом сайте, ждали, пока будет этот свободный термин, и в одну ночь просто, я помню, когда мама просто там прыгала по комнате и говорила, какая же все-таки она молодец, и как она всех любит, потому что, да, случилось так, что вышел свободный термин, и мама успела не только меня, но и мою знакомую, которая со мной также отправляли, зарегистрировать на собеседование для визы, на интервью. Все, после этого, получается, все это получилось, документы мы сделали, и, как сейчас помню, 3 сентября 2014 года я приехала в Прагу. Честно говоря, мои первые впечатления были... What the fuck is going on? Извиняюсь, да? Просто мне не понравилось. Мне очень не понравилась Прага. Мои первые впечатления были, зачем я сюда приехала. Нас поселили в общежитии по контракту с нашим обучающим центром. Первые полгода я обязана была жить, как и все студенты, мы обязаны были жить в общежитии. Ну, я понимаю, сейчас я понимаю, для чего это делалось, для того, что мы в общежитии жили все вместе, все ребята со всего СНГ просто. И было круто, потому что мы все были в одной позиции, все без родителей, все примерно нового возраста, и мы просто вот вместе как-то там договаривались, куда-то ходили, гуляли, вместе устраивали там какие-то пати, вообще общежная жизнь. Было круто, было прикольно. И плюс я жила с девочкой в комнате, и было, типа, прикольно, потому что, ну, весело. Первое время, конечно, было страшновато, когда мне сказали, что... Вообще, сначала я жила с этой знакомой, потом так получилось, что мы перестали общаться, и мне должны были подселить новую девочку, и я такая, блин, я никогда в жизни не жила с другим человеком, ааа, что, как, я не хочу, пожалуйста, я совсем ее не знаю, там, кровати стоят вот так, типа, как мы будем тут в этих нескольких квадратных метрах жить вместе. Когда ее подселили ко мне, блин, мы до сих пор общаемся, это было самым лучшим, одним из самых лучших, что случилось на первых порах в Праге со мной. То, что ко мне заселили мою нынешнюю, скажем так, подругу, Камшат, девочка из Казахстана. Она нереально, блин, круто. Мы проводили время совместное, и было весело, и моя жизнь стала, ну, типа, улучшаться, потому что, я не знаю, мы как-то на сути общий... у нас был общий вайп, и было, короче, круто. Мне очень нравилось, она меня познакомила с моими друзьями. После этого полгода я прожила в общаге, потом мы переехали с девочками в квартиру. У нас была крутая, нереально клевая квартира. Так началась моя первая жизнь, первые моменты жизни в квартире, в съемной. Это все так не забываемо, и я настолько благодарна своей маме, потому что вот тогда первый год мне было сложно, было много слез, но сейчас, спустя годы, я понимаю, насколько это круто, что вообще, насколько я благодарна своей маме за эту возможность, потому что я, там, с 18 лет стала самостоятельным человеком, и начала строить свою жизнь так, как я хочу. И я сейчас понимаю, что я люблю, что я не люблю. Я сейчас могу путешествовать одна по всему миру, то есть я уже не раз ездила в другие страны абсолютно одна, и это круто, это очень круто, что ты всегда сам за себя такой, как бы, ну, постоишь, скажем так, и... Короче, клево, что есть вот эта вот нотка самостоятельности. По поводу того, какие нужны документы, чтобы поступить на языковые курсы и в дальнейшем на... в университет. Значит, закончив школу, мне нужен был только аттестат. В связи с этим я сдавала только два предмета ЕГЭ, русский и математику, два основных, чтобы просто меня выпустили из школы. Остальные я решила не сдавать, так как они здесь не котируются, и они мне, ну, нафиг не нужны были. Вот. Когда я сюда приехала, мой аттестат дали в магистрат, дали часы предметов, которые у меня были в школе, сколько часов, какой предмет был, и уже магистрат рандомно назначает вам, какие предметы вам нужно будет пересдать на чешском языке. Если вы себя слабо еще чувствуете к моменту сдачи в этом языке, вы можете взять с собой переводчик, это не проблема. Вот. У меня было назначено три предмета. В разных школах. Вы приходите в разные школы, разным людям в разные школы назначаются, и по разным предметам. Кому-то пять предметов в один день вообще было у нас такое. Мне повезло, у меня было три предмета и в разные дни. Вот. У меня была география, химия и физика, по-моему, у меня была еще. Да. Не помню уже. В общем, вы эти предметы учите, и потом идете, сдаете, как обычный экзамен, да, устный. Садитесь, например, вот так, преподаватель, вы садитесь, и вы сдаете все, что вы учили. Ну, когда вы сдаете, вам подтверждают ваш, ну, неважно, российский, ваш аттестат с вашей страны. Так же происходит с дипломом. Если у вас уже есть диплом, вам проще, кстати, вам не нужно сдавать на старификацию. Вы просто отдаете в магистрат, по-моему, магистрат называется, предоставлять свой диплом, и вот он вам узнают. И, ну, он начинает котироваться здесь, таким образом вы можете уже работать с ним здесь. Ну, и при приступлении в универ вам не нужна она будет на старификация, вы просто предоставляете этот свой диплом, и все. И экзамены сдавать не нужно. Экзамены для на старификации, для узнания аттестата со школы нужно сдавать только для людей, у кого нет образования высшего. Кто только выпустился со школы, вы берете свой аттестат, приезжаете сюда, отдаете его в магистрат, они назначают вам предметы, которые вам нужно сдать. Этот весь процесс сдачи экзаменов занимается на старификации. Таким образом вы узнаете свой аттестат с вашей страны здесь. Вот. Для поступления в университет нужно обязательно либо вот эта на старификация вам нужна, либо матурита. Матурита это как у нас ЕГЭ, а-ля. Это здесь люди, которые здесь в школах учатся, в старших классах, они сдают потом матуриту. И вот они с этой матуритой идут в университет. Те, кто здесь не учился, они приносят на старификацию, вот это мой случай. Те, кто уже отучился в своей стране, например, на бакалавра, они могут этот диплом здесь узнать и пойти поступать уже с этим дипломом. Вот. Вступительные экзамены у меня были математика, алгебра, английский у меня был, потому что я на английский поступала. Кто поступает на чешский, у них в основном, ну если это экономическая, то это в основном вот алгебра, математика и, например, чешский. Кто поступает на технический, у них бывает химия еще экзамен, кто поступает на психологию, у них и психология, медицинские поступают, это очень-очень сложно, нужно очень много готовиться, очень много учиться. Сложно у меня с курсов, по-моему, только один человек из всех там ста, ну, скажем так, например, из ста человек только один поступает. Очень сложно поступить, но ребята просто здесь остались еще на год, они поступили на какую-то специальность, связанную что-то с биологией и химией, учились этот год, подготовились к поступлению, и вот на второй год они уже поступили именно на медицинскую, то есть в медицинский университет. Это тоже возможно. Сложно, но возможно. Если вы вообще еще учитесь в школе, вы можете сюда приехать и доучиться здесь в школе, сдать матуриту и потом поступать. Ну, возможно, такой, кстати, момент, у нас так несколько ребят сделали, кто вернулся домой, в Россию или в Казахстан. Я говорю про Россию, потому что я из России, да, я знаю, что в остальных странах СНГ тоже такая штука действует, но лучше всегда уточнять, но я знаю, что у нас ребята так делали. Например, они здесь отучились на языковых курсах, у них есть нострификация, то есть они подтвердили свой аттестат здесь школьный, у них теперь есть типа европейский аттестат, эта нострификация называется, и, например, они захотели вернуться, когда они приехали, вот ребята у нас в Россию вернулись, они эту нострификацию подали в университет, и мне нужно было сдавать вступительные экзамены, потому что инострификация европейская, она считается уровнем выше, чем российский аттестат. Когда вы учитесь, вы можете работать, это не проблема. Вы можете пойти на партайм, это подработка, вы можете найти себе интерншип, это когда вас берут на практику в какую-то крупную компанию, вы учитесь и параллельно практикуетесь, работаете там, они платят типа половину зарплаты, но это тоже какие-то деньги, у вас опыт, и потом очень многие ребята, у кого была эта интерншип, у кого была практика, их брали в крутые компании уже потом на нормальную работу, потому что вот видели, что человек уже прошел какую-то практику. На этой практике вы ничего особо не делаете, вы просто выполняете всю такую грязную работу, типа там распечатай мейл, ответ на мейл, или там перебери бумаги, ну короче такое, это, что мне ребята рассказывали, потому что я не брала себе практику. Я, возможно, это сделаю, потому что у меня, по сути, последний год университета, сейчас я учусь, вот заканчиваю магистра, и у меня есть еще возможность сделать себе практику вот следующим летом. Если у вас есть желание, приезжайте, поступайте, учитесь, находите себе работу, строите свою жизнь, и все у вас будет в шоколаде. На самом деле, если даже что-то сложно, но это всегда возможно. Поэтому, главное, решитесь, главное, начните действовать, и подумайте, что же я могу уже даже сегодня вечером, или уже там завтра, сделать первый шаг к направлению к своей мечте. И вот когда вы это подумаете, а потом это сделаете, все, процесс запущен, и вы на пути к своей цели. Вот такая минутка в сегодня. Ах, да, по поводу сайта. В общем, после этого незабываемого опыта переезда, перевоза меня, началась у мамы новая деятельность. Она начала помогать студентам переезжать с России в Европу. Сейчас она еще так же начала помогать не только студентам, но и просто людям, кто хочет переехать с России в Европу, так как уже достаточно опыта набралось, и кейсы есть, и есть реальное знание, которое хочется делиться. Вот, под видео оставляю ссылочку, вы можете перейти на ее сайт, и так как она моя мама, да, я с ней договорилась, она дает всем людям, кто скажет ей скидочный код SAY HIGH, целых 15% скидки. Я думаю, в момент нынешнего кризиса из-за пандемии это нереально круто, потому что мы все понимаем, что сейчас немножко у всех, наверное, доходы подупали. У этого, если интересно, переходите по ссылке, читайте, смотрите, она дает бесплатные консультации по телефону, если вы просто хотите поговорить, узнать вообще для вас, а не для вас, можете позвонить, поболтать по WhatsApp, звонок бесплатный. Если вы, например, переезжаете в Чехию, то здесь я нахожусь, и я помогаю своей маме тем, что кому-то нужна поддержка, то мы встречаемся, общаемся, рассказываем, что я знаю, это бесплатно, просто по-человечески, потому что я сама это проходила, и я знаю, насколько это сложно бывает, кому-то сложнее, кому-то проще, кто-то скорее адаптируется, кто-то вообще не адаптируется, я, наверное, такой среднячок. Я адаптируюсь, но мне надо время. Я поною, пострадаю, а потом такая, блин, да все же круто, что я. Ну, еще один момент расскажу, я думаю, это будет интересно. Этапы, как вообще здесь все это происходит. Смотрите, если вы не знаете английского и чешского, первое, что вы делаете, вы приезжаете на курсы подготовительные. Сейчас буду конкретно, наверное, про студентов говорить, потому что я это все проходила, я это точно знаю. Если вы не студент, а просто хотите переехать, это уже, вот, вы можете по ссылке перейти, посмотреть на сайте и там, позвонить маме. Я расскажу чисто историю студента. Кстати, если у меня еще 26, тогда welcome в студенческую жизнь обратно. В общем, как, вы приезжаете на языковые курсы подготовительные, которые вас готовят к поступлению в университет. Также эти курсы дают вам подтверждение об обучении, которое позволяет вам получить визу на целый год или на полгода, смотря какие курсы вы выбираете. Потом вы выбираете университет, колледж там и поступаете уже туда, неважно, бакалавр или магистр или второй бакалавр, второй магистр, неважно, вы поступаете. А некоторые делают так, они приезжают сюда на курсы, за этот целый год они импрувят, они улучшают свой язык, они понимают, что где нравится, здесь не нравится, они находят работу и переходят просто на рабочую визу, тоже как вариант. по поводу университетов, здесь их очень много, есть государственные, есть негосударственные, в государственных университетах учеба на чешском языке для всех, неважно, если ты иностранец или местный, бесплатная. Если вы хотите учиться на русском, есть такая возможность, есть учеба на английском, если вы учитесь на английском, вы платите там определенную сумму, в разных университетах, на разных специальностях эта сумма разная. Я училась в, ну по-русски это аграрный университет, на экономической специальности, организация бизнеса у меня была на бакалавре и сейчас я на магистре учусь на менеджмент экономика и менеджмент. На бакалавре я платила 15 тысяч крон, это 15 на 3 45, 45 тысяч рублей в год. Я получила, три года я так отучилась на бакалавре и получила международный диплом на английском и на чешском, который котируется почти во всех странах мира. Дальше, сейчас на магистре я плачу 32 тысячи крон в год, это почти 100 тысяч рублей в год и также получу международный диплом. Вот, есть другие возможности, это все индивидуально, это все нужно узнавать и подбирать именно под вас. Вот, потом вы просто можете уже устраиваться на работу, кто-то выходит замуж и переезжает и получает гражданство потом из-за мужа. Есть такие, у меня есть знакомая, которая здесь училась со мной на курсе, потом она пыталась учиться в университете, у нее ничего не получилось. Есть люди, которым просто не нравится учиться, it's ok. И она работала все это время и недавно, вот год назад она вышла замуж, чисто случайно вот на своей работе, она повстречала молодого человека, он сам с Англии и вот они поженились и сейчас она вот переехала в Англию. Так что возможностей куча, главное начать делать, а чтобы начать делать, нужно хотя бы начать гуглить. Ссылка под описанием видео, заходите, смотрите. Ну или просто гуглите. Первый год я училась, еще раз говорю, на языковых курсах. Я учила чешский, но после полугода моего обучения чешскому я поняла, что мне не нравится этот язык, я буду честна. И я узнала о возможности учебы на английском языке и так как я думала, что возможно я потом куда-то перееду, я пошла учиться на английском, чтобы так проще переводиться. Везде есть факультеты на английском и проще переводиться между странами. На чешском я говорю, я работала в свое время на чешском, сейчас я работаю тоже иногда на чешском. Я искриваюсь по волосам, Если у вас есть уже хороший английский, то вы сразу можете подаваться в университет, вам не обязательно учиться на курсах, если у вас есть хорошая база уже английского языка, вы можете податься сразу и поступить, и сразу начать учиться здесь, при университетах есть курсы чешского бесплатные, и вы можете потом уже в течение года ходить на чешский и учить этот язык, как вариант. Поэтому, если ты хочешь переехать в Европу, или вы хотите отправить учиться своих детей в Европу, тогда ссылочка под видео в описании, на сайт, заходите, читайте, если вам интересно. Также там есть номер телефона указан, моей мамы, вы можете позвонить, проконсультироваться, консультация абсолютно бесплатная. Также у вас теперь есть скидка на пакет ее услуг. Ну что, надеюсь, вам это видео было полезно, если вам понравилось это видео, ставьте лайки, подписывайтесь, нажимайте колокольчики, пишите комментарии, мне очень будет приятно. Если у вас есть вопросы, не стесняйтесь, пожалуйста, пишите, я обожаю помогать людям. Ну и до скорых встреч, берегите себя своих близких, пока-пока!